За последние два месяца изменилось политико-географическое лицо Ближнего Востока, точнее Северной Африки в большей части, потому что мы под Ближним Востоком все-таки имеем Северную Африку и Юго-Западную Азию. Главным образом события происходили в Северной Африке, Тунис, затем Египет, затем волнение в Иордании, Бахрине и Йемене и последние события в Ливии. Вот эти события на Ближнем Востоке, на мой взгляд, интересны, они безусловно интересны и с точки зрения того, как развивается арабо-мусульманский мир, и с точки зрения региона Ближнего Востока, но значительно более интересно, на мой взгляд, взглянуть на эти события с точки зрения мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы. Что предшествовало вот этому взрыву на Ближнем Востоке? Предшествовало то, что Соединенные Штаты ввели свои войска в Ирак и Афганистан, то есть, если говорить прямыми словами, они совершили акт агрессии против Ирака и Афганистана и там увязли. И стало совершенно понятно, что несмотря на то, что в 90-е годы США остались единственной сверхдержавой, и у них колоссальная армия, начинается процесс, который можно охарактеризовать как отдача. В этом отношении Соединенные Штаты очень напоминают Римскую империю эпохи Трояна, когда римляне перешли к стратегической исторической обороне, когда они стали строить валы. И когда закончилась римская экспансия, когда римляне начали потихонечку уходить, ну, об этом сейчас много фирмов, там, девятый легион и, так сказать, и прочее, прочее. Вот, американцы начинают тоже уходить, постепенно понимают, что придется уходить с Ближнего Востока. Ну, и вот, они уходят с Ближнего Востока. И что же, это оставить русским, европейцам, китайцам и кому угодно? Нет, ни в коем случае. Если мы уходим с Ближнего Востока, так должны рассуждать американцы, и, так сказать, в этом их винить нельзя, в этом их интерес. Что нужно сделать, если ты не можешь контролировать эту территорию? Нужно сделать так, чтобы ее никто не смог контролировать. Для этого нужно, используя управляемый хаос, абсолютно хаотизировать всю вот эту зону максимально. Желательно от Марокко до Средней Азии включительно. Кто лучше всего может хаотизировать ее? Естественно, исламисты. Скажем, в Египте это братья-мусульмане, вот эти вот мусульманские братки, они могут это все, так сказать, сделать. И здесь не надо питать никаких иллюзий, кто сейчас придет в власти в Тунисе или в Египте. А рано или поздно исламисты той или иной степени крутизны, так сказать, возьмут эту зону под контроль. И понятно совершенно, что это, так сказать, когда фокус власти сместится от политики к религии, выражаясь европоцентричным языком, ясно совершенно, что это будет нестабильная зона. И эта нестабильность, она, так сказать, двояко будет действовать в пользу Соединенным Штатам Америки. Во-первых, она создает проблемы Евросоюзу, России, Китаю и Индии. Во-вторых, Соединенные Штаты в этих условиях оказываются таким островком стабильности, потому что, так сказать, давление на Европу и на Китай будет создавать там нестабильность. По крайней мере, в западной части, так сказать, Китая. Ну, про Европу я не говорю. Европа нахлебается с беженцами из арабского мира по самое не хочу. По крайней мере, до тех пор, пока будет существовать Евросоюз. Кстати, я думаю, одним из побочных среднесрочных следствий того, что произошло на Ближнем Востоке, может стать ускорение распада Евросоюза. Грамотные политики во Франции и Германии, я думаю, сделают правильные выводы. И, так сказать, на основе, так сказать, некой праворадикальной стратегии, они приведут свои страны к выходу из Евросоюза. Как только это произойдет, Евросоюз распадется. И это будет решением проблем Соединенных Штатов только в краткосрочной перспективе. Потому что германо-французский союз, которому возможно присоединиться на Россию, создаст массу проблем в среднесрочной. Но политика так устроена. Люди решают краткосрочные проблемы, возникают среднесрочные и так далее. Это игра, в которой никогда не предугадаешь, так сказать, исход. И всего предугадать невозможно. Аэций, последний римлянин, который разгромил гуннов, но не стал их добивать, рассчитал все. Не рассчитал только одного, что по возвращении в Рим император Валентинян прикажет его заколоть кинжалом. То же самое здесь. Иными словами, ситуация на Ближнем Востоке представляет собой намеренную хаотизацию. Кто-то скажет, да ну, там, так сказать, возникла ситуация. Люди в одних странах плохо живут, в других странах, как Тунис, у людей завышенные ожидания. И есть местные условия, обстоятельства. Да, конечно, есть. Но для того, чтобы любой протест превратился в то, во что он превратился, нужны три вещи. Организация, деньги и информационное обеспечение. Вот это все пришло, так сказать, откуда-то. И еще, я не буду сейчас, так сказать, раскрывать все карты, но тем, кто захочет подумать об этом, я рекомендую поинтересоваться, кто контролирует Тунисский порт, волнениями в котором начались события, которые повалили всю, вот это вот все костяшки домино. Потому что началось все с Туниса, так сказать, и не с самосожжения, а с серьезных волнений в Тунисском порту. Вот, если понять, кто контролирует Тунисский порт, тогда станет понятно, чьи уши торчат изо всех этих событий. Иными словами, ситуация на Ближнем Востоке, это, безусловно, отчасти внутренний взрыв, это такое, так сказать, чувство цивилизационного негодования многих людей, причем, так сказать, на улицу вышли не низы тупые, а молодые люди, которые получили образование, которые не могут найти работу. Но этим взрывом очень хорошо управляют, причем, в сторону, так сказать, негатива, в сторону хаотизации, так сказать, некие силы. И, кроме того, этот взрыв еще решает одну проблему для Америки. Те элиты, правящие на полупериферии и периферии мировой, которые ставили американцев в течение 30 лет, они свое отыграли. Изменение американской стратегии превращения США в крепость, в крепость Америку требует зачистки элит. И мы сейчас увидим в ближайшие 10 лет, как американцы сделают попытку, это не значит, что везде получится, так никогда не бывает, но они приложат все силы, чтобы максимально зачистить и сменить верхушки во всем полупериферии и периферийном мире. Причем, поставить вместо тех верхушек, которые есть, верхушки, которые значительно слабее, тупее и так далее, и так далее. Нас ждут очень интересные времена на полупериферии капиталистической системы. Здесь есть только один интересный момент. Вся история капитализма показывает, что все игры на полупериферии, они заканчиваются бумерангом, и бумеранг бьет по центру. Вот и посмотрим, как этот бумеранг ударит. Отдача рано или поздно придется.